Всем большой привет, с вами Лунная Дракониха, и сегодня речь пойдет о распаковках, так как достаточно часто в последнее время мне в комментариях пишут, где распаковки, когда они будут, и вообще, что ты планируешь заказывать дальше. Так вот, наконец-то я собралась и сделаю видео на эту тему, посвященную распаковкам, именно в дальнейшем не только распаковкам, но и обзорам, так что давайте начинать. Так вот, у меня уже достаточно давно было в планах заказать несколько новых фигурок, и тем более сейчас начала выходить серия легенды эволюции, где появились некоторые классные фигурки, которые мне очень нравятся. И вот, месяца два назад я наконец-то заказала. И сейчас вы увидите то, что я заказала, и то, что уже пришло. Ну, почти все. Но дело в том, что я сейчас не в России, а оно пришло в Россию, поэтому как только я вернусь в Россию, я сразу же для вас сниму обзоры и распаковки. И пока что-то я вам покажу то, что будет на распаковках. Вообще, я сначала не очень хотела делать это видео, потому что это спойлеры, но все же я подумала, что почему бы и нет. Поэтому сейчас вы все увидите. Погнали! Первый, кого сегодня доставили, это вот этот вот змеевик. Невероятно классный змеевик, которого я очень сильно хотела. Хоть у меня есть такой голубой змеевик, но этот очень красивый. Мне он нравится тем, что у него полупрозрачные крылья, и тем, что у него очень необычный цвет для змеевиков. Вот есть такой змеевик еще фиолетовый, но мне нравится именно этот. Он очень классный. Далее шепот смерти. В коробке именно. У меня был белый шепот смерти без коробки, но я подумала, что почему бы и не заказать шепотов в коробке. Но это шепот смерти белый с красной пастью. У меня был шепот, у которого пасть такая розовенькая. И вообще, белых шепотов есть два вида, который такой более бледный, и который более розовый. Так вот этот вот более розовый. Его доставили несколько недель назад, и вот наконец-то он пришел. И мне он нравится тем, что у него такая яркая красная пасть. Это очень клево, и еще более клево то, что он в коробке. И, кстати, поскольку у меня уже есть распакованный шепот до смерти, то его я не буду доставать из коробки. Но при этом я обязательно сниму на него обзор и покажу его вам. И далее вместе с шепотом в водопосылочке пришел вот этот вот ворчун. У меня, кстати, не было ворчуна. Я не знаю, почему я его не заказывала. Вообще, мне эта фигурка не очень нравится по своему виду. Но для коллекции почему бы и нет. Поэтому вы увидите обзор вот этого вот ворчуна. Все же в жизни он выглядит лучше, чем на фото. И он тоже новый, что еще более классно. Наконец-то я его заказала. Так что он вместе с шепотом-змейвиком ждет меня в России. И одно из самых интересных это вот эта вот дневная фура с черными цветами. Я ее заказала не так давно из США. И, кстати, она еще не успела прийти. Поэтому я вам покажу фотку с интернета. Но, тем не менее, я очень жду, пока она придет. Вообще, она вышла вовсе недавно. И она где-то вышла около месяца, может даже раньше. Я ее заказываю из США, потому что кроме США она пока что нигде не продается. И я ее заказывала тогда, когда все только появилось. И, к сожалению, она стоила недешево. Но сейчас уже их появилось побольше. И, собственно, ценой подешевле. Ну, в общем-то, ладно, заказала и заказала. Зато я очень сильно рада тому, что она мне будет. Мне эта дневная фурия понравилась изначально. Она очень красивого цвета. И самое классное, что у нее есть черноцветы. Причем все три. Ну, наверное, как все знают, у меня есть один черноцветик. Я его покупала на Авито, по-моему, за 400 рублей. Вот, и поскольку в России таких нет, а тут будут сразу три штуки. Это очень топово. Поэтому у меня даже будет повторка одного черноцветика. Вот такого с зелеными глазками, который стоит. Вот. Ну, как бы, это классно. И еще мне очень нравятся коробки и их новый дизайн. Это классно. И, кстати, именно на эту дефе я сниму распаковку, потому что я ее буду распаковывать. И, скорее всего, эта дефе будет новым персонажем. Ну, и с этими черноцветиками я тоже думаю, что он их придумал. Но, кстати, если у кого-то есть идея, какие видосики можно было бы с ними поснимать, то обязательно пишите, было бы интересно почитать. И, кстати, в дальнейшем у меня есть планы покупать фигурки 2010 года. Потому что они очень классные. Я как-то раньше на них не обращала особо внимания, но сейчас я понимаю, насколько же они классные. У меня из этой серии есть три беззубика. Один из них, который как бы огнедлышущий, я его показывала. И остальные двух тоже показывала. И также несколько месяцев назад я снимала обзоры на кастолу 2010 года. Это очень топовая фигурка. Так что я планирую заказать фигурки 2010 года. И, кстати, хотелось бы, чтобы они были именно новые, поскольку если они будут в ПУ, то, наверное, они будут не в самом лучшем состоянии, поскольку это очень старые фигурки. Также напишите в комментариях, хотели бы вы видеть обзоры и распаковки фигур 2010 года. И вообще, на каких драконов вы хотите, чтобы есть на распаковке, помимо тех, что я вам сегодня показала в видео. Ну и на этом все. Не забывайте поставить лайк, а также подписаться на мой канал. С вами была Лунная Дракониха. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok